Но самое худшее решение, это когда мы сделали вид, что ее не произошло. Как любой человек, я попадала в неловкие ситуации. Не могу не задать вопроса, вот какая нелепая ситуация была у вас, о которой вы сейчас вспоминаете, ну вот с улыбкой, возможно. И в этот момент, когда она зашла, еще меня не увидела, я ничего не могла лучшего придумать, как спрятаться под парт. И в нашей студии Эльвира Емельянчикова, семейный психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги и гипнопрактик. Доброе утро, Эльвира. Доброе утро, дорогие друзья. Вот мы сегодня больше двух с половиной часов говорили о том, вот как нужно выходить из неловких ситуаций, в какие ситуации они попадали, как при этом они себя чувствовали. Не могу не задать вопроса, вот какая нелепая ситуация была у вас, о которой вы сейчас вспоминаете, ну вот с улыбкой, возможно. Как любой человек, я попадала в неловкие ситуации. Вспоминаю сейчас свои школьные годы, и я помню как-то раз, я пропустила урок физкультуры. Специально? Намеренно? Нет, я могу сказать, что в этот день пошла гроза, была гроза. И многие из нашего класса, ну какая-то часть пропустила эту физкультуру. Ну прогуляли. Прогуляли, да, скажем так. И мы решили с подружками прийти все-таки на второй урок. И была такая ситуация, когда начался второй урок, пришла преподаватель физкультуры и стала ставить двойки всем тем, кто не был на первую... Кто не появился. Да, это было явно, что мы прогуляли. И в этот момент, когда она зашла и еще меня не увидела, я ничего не могла лучшего придумать, как спрятаться под партой. Соседка просто взяла меня оттуда и посадила. Говорит, прячься. Я спряталась и сидела. И она зашла и говорила, так, ну-ка, кто у нас тут на месте, все получат двоечки. Ну а кого нет уже и на истории. Ну, значит, и нет. Разберемся. Значит, их просто нет. Они приболели. Сделаю перекличку. И я поняла, что меня как-то принесло. Ура-ура. И все это время я понимала, что учитель истории видит этот момент. Он стоит, он еле-еле сдерживает смех. Он смотрит на меня. Но так как он всегда был, так сказать, политкорректен с нами, он даже называл нас не дети, он говорил, у нас учащиеся, аудитория. С пиететом относился, да? Аудитория, встаньте, пожалуйста. Это было так уважительно. Он вас не выдал? Нет, он не выдал никого. И он смотрел на меня, когда она вышла, и он посмотрел под карту и говорит, ну что, Эльвира, гроза прошла. И слово гроза в этом случае как бы двойной. А это какой класс был? Помните? Ну, это класс, наверное, восьмой, девятый. А, ну, уже-таки взрослые, да? Да, да, да. То есть вот такая вот была неловкая ситуация. И он ее, кстати, очень хорошо смягчил. Надо отдать ему должное и его мудрость. Кстати, вот какое вот худшее решение, да, вот мы можем принять, оказавшись в какой-то неловкой ситуации? Ну, самое худшее решение, это когда мы сделали вид, что ее не произошло. Ага. Потому что мы прекрасно понимаем, что все окружающие... Заметили. Заметили, считали, они все метили, слышали. Они увидели и услышали. И они ждут от нас какой-то реакции. То есть встать, сбежать, ну, как-то не совсем... Не получится. Да, да, не получится. Ну, что-то ситуация зависит. А что делать тогда? Что делать? Ну, смотрите, тут два... Попытаться отшутиться? Тут два варианта. В зависимости вообще от того, ну, от вашего воспитания, от вашего уровня эмпатии, да, в какой-то степени. Кто-то начнет извиняться. Оправдываться. Ну, смотрите, оправдываться и извиняться, это по-разному. Оправдываться, это вот сразу чувство вины на себе. Вот я там, мне вот так было неловко, друзья. Это слишком, чересчур. То есть нужно какую-то золотую середину. Некоторые скажут, да, это еще только начало, вы это только начали слушать, сейчас будет второй взрыв. Ну, то есть этого не нужно. Это тоже другая крайность. Нужно отреагировать более социально. Ой, извините, друзья, я вот ошибся, или, извините, что я вам доставил какой-то... Простите, был на фугу. Простите, был неправ, да. То есть вот такое корректное... Ой, извините, да, что-то я там поверечил. Что-то пошло не так. Или что-то я забыл, да, что-то пошло не так. А если в шутку перевести? В шутку, это вообще гениально. Это самое лучшее. Юмор всегда, он работает на нас. То есть как-то... И разрежает обстановку. Разрежает обстановку. Как-то если у вас есть какая-то вот мысль юмористическая, нужно ее использовать. Продолжаем наше общение с семейным психологом. Членом профессиональной психотерапевтической лиги гибнопрактиком Эльвирой Емельянчиковой. И мы продолжаем разговор о том, как себя вести, если вы вдруг попали в неловкую ситуацию. А вот, Эльвира, я много раз замечала, что неловкая ситуация, считай, только тот, кто в нее попал. Окружающие этого могут даже не заметить. Ну, например, да, все мы, женщины, попадали в такую ситуацию. Либо там каблук мы сломали, либо, о боже, стрелка пошла на колготках. Да, и мы будем оглядываться. Мы будем какими-то способами, значит, поправлять. И нам кажется, что все это заметили. Но ведь на самом деле никому до этого дела нет. Почему мы так реагируем? Да, вы абсолютно правы. Мы действительно прежде всего смотрим на реакцию окружающих. Как люди отреагировали на нашу эту оплошность, на нашу неловкость. Потому что мы все социальные существа, и нам очень важно, как нас оценивают социум, как нас оценивает общество. И мы иногда не позволяем себе проявлять те эмоции, которые хотелось бы, да? Ну, вот, допустим, сейчас гололед, да? Несмотря на наш южный город, человек шел, споткнулся, упал. Очнулся, гипс. Ну, это, конечно, не дай бог, но кажется, что вот все видели, и всем смешно. Да, именно поэтому. Вы совершенно правы. Кажется, что все видели, это стыдно. И в этот момент, когда он поднимает глаза, он смотрит, сколько человек это видел. И как я в этот момент лежала, или лежала красиво, это было некрасиво, да? То есть почему мы это испытываем? Потому что у нас страх общественного осуждения, прежде всего. И некоторые в этот момент могут отреагировать совершенно нормально, если попросить других о помощи, да? Но это не каждый решится. Говорит, ой, молодой человек, я упала, поднимите, пожалуйста, помогите. Бывают сами люди настолько вот рядом, окружающие оказываются добрыми, которые просто протягивают руку помощи и поднимают. А кто-то принципиально вот лежит, сам, да? То есть это зависит от состояния человека. Ну, конечно, в этих ситуациях нужно посоветовать просто принимать помощь людей. Слушайте, но есть более неловкие ситуации. Например, со мной случилось такое, что я была на очень важной встрече, и я начала икать, причем так сильно, мне было жутко неудобно, я не знала, куда мне... Это отец. Да, вот мне было неудобно, и потом долго у меня сохранялось это чувство, когда я видела тех людей, с которыми я общалась. Ты начинала снова икать. Неудобно, да. Неудобно. Смотрите, совершенно верно. Я же не специально замечена, потому что у нас еще есть, знаете, такой вот момент, как эмпатия, сопереживание, и у нас бывает стыд за других людей. То есть мы, когда смотрим человека... Испанский стыд это называется, да? По-моему. Делает кто-то один, а стыд на мне. А стыд на мне, совершенно верно. То есть получается как? Мы сразу ставим себя на место того человека, который попал в эту неловкую ситуацию. И мы задаемся вопрос, как бы я поступила, что бы я сейчас сделала, да? Кто-то предлагает помощь, кто-то надменно наблюдает, да, что же будет дальше. То есть все зависит от окружающих. Почему надменно? Может смеется просто. А может смеется. Слушайте, ну если смеются, если близкие, то хорошо. Если посмеялись, это как-то разрядило ситуацию, но разные бывают моменты. А нужно ли пытаться как-то оправдываться перед кем-либо в надежде сохранить у человека хорошее впечатление о себе? Ну, если это вам поможет, попробуйте оправдаться. Но это не всегда имеет тот эффект, который хотелось бы. Просто нужно по-честному сказать, да, извините, я ошибся, или мне было плохо, или я споткнулся. Ой, ребят, извините, слишком это было громко, шумно. Извините, слишком напала икота на меня. Скажите, а есть какие-то специальные техники, да? Вот можно ли какую-то неловкую ситуацию вот сгладить? Да, есть определенные техники, можно к ним вернуться. Есть такая техника, которая называется психологическая экспозиция. Это когда мы, знаете, заранее погружаемся в какую-то вот неприятную ситуацию, или вот мы хотим что-то сделать, и стесняемся, и думаем, вот я хочу спеть, прийти на какую-то вечеринку. Тем более вот у вас на Казак-ФН такие хорошие песни, хочется подпевать. Да. Но ни слуха, ни голоса нет, что делать, да? Да, да. А все-таки, а петь-то хочется. Нереализованность артиста есть. Психологи предлагают погружаться вот в этот небольшой стыд постепенно. То есть берешь и говоришь, можно я одну песню спою? Начинаешь петь, понимаешь, что лучше бы я молчал, а хочется. И заранее говорит, пожалуйста, помогите мне, кто может, подпевайте. И этот стыд проходит, и понимаешь, что ты не один так интересно поешь, да? Кто-то тоже имеет такую особенность. Такие же вокальные, да, да. Такие же плохие вокальные. Да, и ситуация этим самым как бы разряжается. Это первый момент. Еще можно делать дыхательные практики. То есть если у тебя нарастает тревожность, волнение, и ты думаешь, вот сейчас пойду, особенно перед выступлением, да, люди очень сильно волнуются. Перед аудиторией, да. Аудиторией, да, страх общественного вот этого выступления. И нужно проделать дыхательные практики. Ты просто садишься, делаешь глубокий вдох, и длительный-длительный выдох. И когда ты проделываешь так три раза, настраиваешься, так сказать, на позитив, на хорошее выступление, на свою удачную речь, и люди слушают тебя. А еще говорят, что если больше проступать, можно выбрать какого-то одного человека, да, смотреть вот только на него. Да, но есть, конечно, вероятно, что он тоже засмеется, либо что-то... Или он не поймет, что происходит, почему вы на меня смотрите постоянно, да. Ну, то есть такие моменты, как аутотренинг, настройка, они очень-очень помогают. Тревожность, наверное, многие испытывают в наше время. Вот какой-то еще есть совет полезный, кроме вот таких дыхательных упражнений? Может, что-то еще такое можем посоветовать? Тревожность снимается прежде всего вашим осознанием, на что вы реагируете. Или просто как бы мы должны назвать по имени тот страх, который скрывается за вашей тревожностью. Вот тревога нарастает, нарастает. А если он не один, если их много? Много. Но если вы сами не справляетесь, вы можете прийти к специалисту, и мы разберемся. Иногда очень трудно нам самим осознать, что же это за тревожность, ее характер. Когда она появилась, насколько она влиятельная, и вообще как с ней бороться, можно ли ее вытащить. Оказывается, можно. Оказывается, можно. Вы нас успокоили. Это самое главное, что не все потеряно. Точно. Вам огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. И, кстати, рассказали свою чудесную историю, как вы попали в неловкую ситуацию. Мне лично очень понравилось. Вам хорошего дня, прекрасного настроения. Уважаемые наши радиослушатели, а мы с вами прощаемся до понедельника и желаем вам прекрасных выходных. Да, отдохните хорошенечко, и в понедельник снова встретимся.